Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность, на динамику рынка труда, нарушив многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи. Сейчас вот только что, вы наверняка видели, обсуждал это с коллегами, руководителями наших государств, ближайших партнеров, партнеров по Еврозес. Все высказывают обеспокоенность именно по этим, прежде всего, проблемным направлениям. Нарушены многие кооперационные, как мы говорили, торговые и хозяйственные связи. Предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы. Особенно сложная ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организации сферы услуг. Самая чувствительная проблема для компаний и у нас, и в других странах – это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%. Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение. Другой интегральный показатель состояния экономики – это потребление энергоресурсов. Здесь также динамика, к сожалению, отрицательная. За первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось у нас на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть предприятия стали меньше загружать свои мощности. Кроме того, отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики. А это значит, что многие инвестиционные планы компании, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу. Следует обратить внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе в системообразующих банках, резко падает число новых ипотечных кредитов. Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах. Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы же понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы знали с вами, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями. Целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется. Но ситуация такова, что необходимы новые дополнительные шаги, адекватные к уровню новых вызовов. Продолжение следует...